Гонять по склонам, как завещал выдающийся мастер. В десятый раз велосипедисты Одессы и гости состязания эффектными гонками вспоминают легендарного тренера Федора Шахматова. До последнего дня, до своего, он был в строю, готовил спортсменов, занимался детьми, воспитывал молодежь. И поэтому это хорошее культурное наследие Одессы, не только как в плане спорта, но и в плане истории города. Поэтому свою историю надо чтить, помнить и рассказывать об этом молодежи. Первыми стартовали кросс-контрильщики. Майка лидера досталась Олегу Бимбашу, как действующему чемпиону города. На весь заезд выделили час. Увы, на первых двух кругах из гонки выбыло несколько участников. Причина банальна – прокол. Отчаянную борьбу с Бимбашем устроил Никита Степанов. Несмотря на все усилия, обогнать маститого гонщика не удалось. Я на третьем кругу его почти догнал, но уже сил не хватало. От себя такого не ожидал, что я выложусь так на максимум. Но было приятно потягаться с таким спортсменом. Едва закончился заезд по кросс-кантри, выяснилось, что запланированного форкросса не будет. Из-за проливных дождей трассу размыло, и они получается умещаться на трассе четвером. Поэтому будет сегодня вместо четыре икса два скоростных спуска по одному человеку. Буквально за 15 минут ребята разыграли комплекты наград. Среди мужчин прогнозировано победил чемпион Украины Виталий Гелевич. Трасса заросла, старт, дорожка на одного человека. Дожди очень помешали в строгу посрывать, потренироваться. Ехал вообще никак, но не в обиду всем участникам. Вот моя сегодняшняя никакая езда показывает, что ее хватает, чтобы выигрывать гонки в Одессе. Конкуренцию ему пытался составить все тот же Никита Степанов. Думал, что буду первым, но проиграл сопернику 18 секунд, 18 сотых. Как бы так досадно чуть-чуть расстроился. Подняли настроение гонщикам подарки и награды. Позаботились об этом представители партии «Родина», ставшие почетными гостями состязаний. Когда к нам обратилась администрация детской спортивной школы номер 4 с просьбой оказать содействие от проведения этих соревнований, а именно помощь при обречении наградного материала, медалей, грамот, то есть, конечно же, наша организация не могла обойти эту сторону и каким-то образом отказать в организационной помощи. Поэтому сегодня мы здесь. Следующий крупный слет запланирован на 23 июня. На кону будет Большой Кубок Одессы. Андрей Цыганко, Алексей Очиповский, телекомпания АТВ.